Как вы наверное знаете, в сентябре у нас пройдут выборы нескольких уровней, поэтому я бы хотел поговорить на эту тему на примере до выборов Думы Владивостока. Сначала мы посмотрим, что можно узнать из открытых источников, затем какие можно сделать выводы из доступной информации. А в конце, как нам относиться к этим выборам и что в данной ситуации можно сделать. Сперва нужно оговориться, что выборы это не только день голосования, не только пускание бумажки в урну. Подготовка к выборам начинается примерно за полгода до дня голосования. В нашем случае это март 2019 года. С этой позиции мы будем смотреть новости по теме. Официальная схема выборов, которая доносится до обывателя через СМИ, выглядит примерно так. Водвижение и регистрация кандидатов, день голосования, подсчет голосов и объявление победителей. В чем недостатки такой подачи? То, что как минимум выпадают вопросы предшествующие выдвижению кандидатов. Прошедшие изменения законодательства, ход избирательной кампании, вся послевыборная движуха. В популярных СМИ очень скудно освещаются вопросы, почему произошло то или иное событие. Я постараюсь восполнить этот пробел. На что хочется обратить внимание. В апреле этого года в очередной раз поменяли избирательное законодательство. Суть изменений – это фактически отказ от смешанной системы избрания депутатов в крупных городах, когда часть депутатов выбирали по имена, а часть проходила по партийным спискам. Теперь все депутаты будут избираться только самостоятельно путем агитации в округе. В чем подвох? Проведение кампании каждого депутата требует немалых денег. Это сумма порядка нескольких миллионов рублей на одного человека. Для малых партий и реальных самодвиженцев такие траты – весьма серьезный вызов, в отличие от четвертки системных партий, которые финансируются из госбюджета. Подобные изменения законодательства мы видели прошлой осенью после второго тура губернатских выборов. Преследовали они ровно ту же цель – помочь избираться ставленнику Кремля. Поскольку выдвигаться от ядра тогда было равносильно самоубийству, законодательства тогда спешно поменялись, чтобы разрешить выдвигаться не от партии. Теперь о самом округе. Чуркин – это понятие достаточно растяжимое, но вот по этой карте можно примерно посмотреть, где находится 9 округ. Согласно данным сайта городского избиркома, примерно число избирателей – 27 600 человек на 13 избирательных участков. Из очевидных проблем в округе можно назвать перевалку угля на территории рыбного порта в районе Тополевой и Пичной недостроенной Пихтовой намечены объекты точной застойки на Надибаидзе и Черемаховой. Теоретически всем этим придется заниматься новоизбранным депутатам. Итак, если вы не следите специально за темой до выборов в Владивостоке, то скорее всего знаете следующее. На данный момент на одно место в Думе Владивостока выдвигалось 16 человек, до строчной бюллетени дошли 7. О них мы сейчас и поговорим, кто все эти люди и с какой целью они участвуют в выборах. В первом списке идет Горечев Виталий. Это достаточно примечательная личность. Первое, на что обращают на себя внимание, это его прописка. Он единственный из семи кандидатов, который не прописан в Владивостоке. Далее, что сейчас он нигде не работает, но при этом человек явно не бедный. Взгляните на его доходы за прошлый год. Получил доход от трех компаний, при этом с каждой от полумиллиона рублей. Что за род деятельности может обеспечить такие гонорары? Это товарищи, востребованный политтехнолог. Его специальность это организовать ранее желающий на необходимый импост в вертикали власти, без учета таких досадных факторов, как воля самих избирателей. Короче говоря, это профессиональный гипнотизер, маг и фокусник. Например, уже весной этого года он детально знал, как будут нагибать КПРФ на Сахалине, чтобы она проиграла губернатские выборы осенью этого года. Прошлый послужной список этого безработного весьма любопытен. До этого он успел поработать на Донбассе в компании украинского олигарха Ахметова, а ранее на российского олигарха Керимова. Также именно он организовывал Сахалинскую предвыборную компанию нашего серийного губернатора. Теперь, вслед за навязанным нам губернатором, он также переместился к нам. Естественно, типа самовыдвиженец, как губернатор. Вторым по списку идет Гребенщиков Григорий. Это бизнесмен из Яковлевского района, занимающий там же пост председателя местного отделения «Справедливая Россия». Обращает на себя внимание отсутствие доходов от предпринимательской деятельности, а также сбережений на счетах даже с учетом прошлогодней продажи квартиры. В прошлом году он выдвигался в Думу Яковлевского района, но занял всего третье место четырех, незначительно проиграв даже своему сопартийцу из «Справедливой России». Теперь этот господин выдвигается по девятому округу Голубевостока. Какой целью? Это товарищи, так называемый спойлер, заведомо непроходной кандидат, цель которого оттянуть часть протестных голосов на себя. Смотрите внимательно пример, чтобы понять, как это работает. Ситуация на упомянутых выборах была интересна тем, что в округе из четырех кандидатов был совсем никакой ЛДП «Ровец», двое кандидатов от «Справедливой России» и, естественно, «Ядрос». Суммарно, оба «Справедливого Росса» набрали примерно одинаковое количество голосов в районе 80, и это на четверть больше, чем набрал «Ядрос». Но поскольку кандидатов от «Справедливой России» было двое, то каждый из них в итоге набрал на треть меньше «Ядроса», то есть 80 против 120. В итоге «Ядрос» прошел в Думу. Я напомню, что Гремельщиков одновременно является председателем Яковлевского же отделения «Справедливой России» и должен был знать, к чему приведет в выдвижение сразу двух кандидатов в партии на этом округе. Я не знаю тамошных раскладов, но было как минимум два очевидных варианта. Это сняться с выборов самому и призвать сторонников голосовать за сопартийца. Или, как председатель отделения, не допустить в выдвижении сразу двух кандидатов «Справедливой России» в этом округе. Третьим по порядку идет Хейсин Артем. На что сразу обращаешь внимание, это молодость кандидата, 21 год его социальный статус студент и то, что он идет от партии пенсионеров. Сей благородный муж раньше не был замечен в какой-либо общественной деятельности, но одновременно с выборами по девятому округу у Владивостока он также выдвигается по шестому округу в Думу Уссурийска. Это может говорить о том, что победа ни там, ни там вообще в принципе не планируется, а вот движение происходит чисто с целью создать видимость реального выбора. Это ровно то, чем занимается партия пенсионеров в крае. Достаточно вспомнить участие руководителя ее местного отделения Толмачевой в прошлогодних выборах губернатора, которая после первого тура слилась в пользу Карасенко. Можете найти в интернете ее обращение 12 сентября. Там, конечно, не говорится прямым текстом «голосуйте за Тарасенко, ибо за Шквар», но все ключевые слова на месте и про поддержку президента, и про курс на развитие она сказать не забыла. Забавный факт. Несмотря на то, что в перечне сведений об имуществе кандидата гордо указан счет с нулевым балансом и отсутствие прочего имущества, в интернете есть вот такие объявления, где полный однофамилец нашего кандидата год назад в Владивостоке продавал внедорожник «Мерседес» за 3,7 миллиона рублей, везде указывая, что он является владельцем машины. Спрашивается, откуда у 20-летнего студента могла взяться машина за почти 4 миллиона рублей. Вероятно, это чудесное совпадение. Четвертый по порядку. Глаз Копейкин. Это профессиональный политик от местного ЛДПР. В политике он уже давно успел поработать в молодежной палате при законодательном собрании Приморского края в избирательной системе, засветиться в качестве его полномочечного лица Рогозинской партии Розина, доверенных лишь Жириновского и Андрейченко. Интересен тот факт, что он одновременно является членом Первого майского территориального избиркома, по которому и будут проходить выборы. В отличие от предыдущих двух персонажей, этот на спойлера не похож, а его роль в выборах не до конца понятна. Пятый кандидат. Сергей Михайлович Кущенко. Не путать с известным спортивным чиновником Сергеем Валентиновичем Кущенко. В публичных источниках о нем известно только то, что он является преподавателем ДФУ и в активной общественной деятельности не замечен. Не совсем понятно, почему КПРФ выдвинуло именно его на эти выборы. Формально, конечно, все правильно. Человек от народа, живет в округе, но, как говорится, есть маленький нюанс. Он не политик. В Владивостоке вообще самый сильный горком в крае. Неужто там не нашлось кого-то более боевитого и опытного для участия в выборах? Я лично слушал его выступления на миссинге 17 августа, как-то вообще ни о чем. Теоретически, если бы КПРФ всерьез взялась за компанию в этом округе, то совершенно логичным выглядит предвлечение Ищенко. Он избирался по этому округу в ЗАГС собраний и знает все проблемы района. К минимуму, у него тут есть одна из строек. Но ничего подобного не наблюдается. Из недавней новости можно предположить, что в данный момент почти красный губернатор больше озабочен проблемой собственного объекта строительства, которая находится в этом же Первомайском районе. Шестой кандидат. Тут все более-менее понятно. Это бизнесмен, совладелец небезызвестной сети, алкомаркетов, солнышко. В Думу идет хлопотать об интересах семейного бизнеса. Решил было я сперва, но затем пригляделся повнимательнее. Нет, не похожий на типового бизнесмена, положившего жизнь на создание собственной бизнес-империи. Это скорее типичный представитель золотой молодежи, получивший свое положение благодаря выгодному династическому браку. Судя по указанному ему имуществу и профилю в Инстаграме, этого кандидата интересует скорее красивая жизнь, а даже не собственный бизнес. И несколько скриншотов оттуда. Обращайте внимание на место съемки, указанное чуть ниже названия аккаунта. Вот немного философии от нашего кандидата. А вот его предвыборные листовки. Похоже, пиарщики вообще не стали заморачиваться. Чего там хлопов в городе не хватает? Скверов? Ну давайте пообещаем им сквер. В общем, хотите себе второго Ахаяна? Смело голосуйте за него. Последним должен был идти Александр Шурыгин, но буквально на днях он передумал и снялся с выборов. Видать, в администрации поняли, что ядро в этот раз даже за уши вытащить не получится и сказали сниматься. В этот раз им не помог ни пресловутый админресурс, ни новосознанное городское отделение ядра, возглавляемое Щербаковым, которое два года назад избирался в Думу по этому же округу. Таким образом, ядра на этих выборах официально не будет, с чем я всех и поздравляю. Но радоваться все равно обождите. Такие вот у нас кандидаты. Для удобства восприятия вот вам сводная табличка. Кто из них победит пока не ясно, но заранее можно сказать, что Гребещиков и Есин не имеют ресурсов для победы, а КПРФ и ЛДПР не будут особо стараться выиграть. Главная битва теперь будет между Горючевым и Масаровым. Первого двигает губернатор, второго местный алкобизнес. Выбирайте, дорогие россияне, своего кандидата. Самое главное, смотрите и учитесь, что такое выборы в божьем разном государстве и как они проходят. Любой из двух перечисленных администрацию вполне устроит. Это свои уважаемые люди, а не какие-то там социальные активисты или упаси божьи революционеры. Теперь, что нужно делать с администрацией, чтобы выборы прошли с желаемым результатом? Нужно несколько условий. Первое, это чтобы на участки пришло как можно меньше неправильных людей, как можно больше правильных. Второе, чтобы было как можно меньше наблюдений за процессом самих выборов. И третье, чтобы все кандидаты согласились с нарисованным результатом. Соответственно, чтобы поломать этот сценарий, нужно следующее. Первое, чтобы на участки пришло минимум 40% от числа избирателей в округе, а не 10-15, как обычно. То есть нужна высокая явка. Какая-то часть избирателей всегда будет голосовать так, как им скажут. Важно, чтобы эта часть была значительно меньше общего числа пришедших на участки и не являлась определяющей. Соответственно, нужна мобилизация жителей с разъяснением того простого факта, что есть реальный шанс провалить провластного кандидата. Второе, нужен максимальный контроль за процессом голосования на самих участках. В данном случае это реально. Их всего 13. Можно тупо собрать итоговые протоколы по каждому участку и организовать альтернативный подсчет голосов. Но для этого нужны наблюдатели. И третье, нужен кандидат, который должен как минимум хотеть выиграть выборы. И если отсутствие опыта можно поправить грамотной командой, но желание победить не заменить ничем. Тут можно привести аналогию с мертвецки пьяным. Как-то его к столбу не прислоняй. Если он сам не хочет стоять, значит найдет способ сползти на землю. Теперь, что делать? Можно, конечно, встать в позу и пафосно сказать, что это буржуазные выборы, мы в них не участвуем, что нас это не интересует и вообще. Но такой подход работает только в том случае, если вы планируете что-то свое, например, общегородскую забастовку с требованием распуска гордумы. Тогда действительно все равно кого-то выбрали из провластных, если в результате забастовки распускается вся городская дума целиком. Бойкот в данном случае не имеет смысла. Если на президентских выборах Кремлю было важно показать Путина в качестве национального лидера и были адовые меры по максимальному повышению явки, то на выборах местного уровня бойкот только облегчает фальсификацию результатов. Голосовать за на этих выборах по большей части не за кого. Мы в очередной раз оказались в ситуации, когда приходится выбирать меньше из зол. В связи с этим имеет смысл голосовать против, но здесь важно не распылять голоса, чтобы сработало. На графиках представлены разные варианты распределения голосов при повышении явки. У первого кандидата всегда есть какой-то процент людей, которые отдают свой голос под угрозу репрессии. Он обозначен красным. Синим обозначены добровольно отданные голоса. Шелтом обозначен процент дополнительных голосов от людей, пришедших в результате агитации. В прошлом году в Хабаровске примерно так и было, когда после объявления второго тура на участки дополнительно пришло 20% тех, кто не пришел на первый. И власти с этим ничего не смогли сделать. В абсолютных цифрах 7% для Чуркина это чуть меньше 2000 человек, а типовая явка в 15% чуть больше 4. Поднять явку вдвое это значит уговорить проголосовать еще 4000 человек из 27000 всего. Задача достаточно сложная, но посильная. Теперь о персональных. Если мы из 6 человек вычеркнем двух типа самоводвиженцев и двух откровенных спойлеров, то останутся только два кандидата для протестного голосования. Это Копейкин и Кущенко. Если честно, оба не вызывают доверия. КПРФ неоднократно сливалась в шаге от победы, а ЛДПР явно не та политическая сила, которую хотелось бы двигать во власть. Но других кандидатов у меня для вас пока нет. А договориться о едином кандидате вряд ли получится. Слишком разные политические взгляды. Такая ситуация с выбором лучшего из худших будет повторяться, пока местные левые не будут способны выдвигать собственных кандидатов. Пусть даже шансы на регистрацию победы у них невелики, по крайней мере, будет за что побороться. Ну и не надо забывать, что мало прийти и проголосовать, важно контролировать, как посчитают. Даже если вас не привлекает ни один из кандидатов, записывайтесь в наблюдатель на участке. Опыт потом пригодится. Обучение наблюдателей обычно проводят сами партии, но есть и семинар в интернете. Смотри ссылки в описании. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok